Всем привет! Сегодня я расскажу вам о цветных карандашах Prismacolor Premier. У меня набор из 150 штук. Это максимальное количество этой марки. И начнем, наверное, по порядку. Сначала расскажу вам об упаковке. Упаковка достаточно громоздкая. Размер ее 42 на 21 сантиметр и высота вот так 4 сантиметра. Немаленькая коробка. Сделана она из плотного картона. Достаточно жесткий материал, хорошо держит форму. И внутри у нас находятся 6 вот таких контейнеров, в которых находится по 25 карандашей. Изначально они были сложены немного не так. Я сложил их уже на свое усмотрение. Много задавалось вопросов, где я храню эти карандаши. Храню я их в этой родной упаковке. Ничего дополнительно не покупал. Потому что я, когда начинаю работать, сразу выбираю ту палитру, которая мне необходима для работы. И, в общем-то, где они будут храниться, для меня значения не имеет. Мне удобно, чтобы они хранились именно здесь. В каждого контейнера есть вот такие выемки, для того, чтобы их было удобно доставать. Ну, в общем-то, доставать их удобно. Не знаю, мне никаких проблем не доставляют. Вот так спокойно можно доставать. И самый нижний. С этим никаких сложностей у меня нет. Как они будут себя вести при перевозке, я не знаю. Потому что пока что никуда их не перевозил. Но вот, когда мне их доставили... Кстати, кому интересно, можете посмотреть видео с распаковкой. Я внизу в описании оставлю ссылку на это видео. Все, они не были рассыпаны по коробке. То есть, вот так они в контейнерах были сложены. Поэтому, я думаю, что при транспортировке тоже они будут вести себя хорошо. И теперь поговорим о карандашах. Сначала о древесине. Древесина не очень качественная. Вот при заточке, видите, Она прям вот такими щепками распадается. И остается вот такое дерево на руках. Но, в общем-то, для меня это не было критичным. Я думаю, что Из-за низкой стоимости именно вот этой древесины И невысокая их относительно цена. Если бы была более качественная древесина, Конечно, и цена была бы на них выше. Здесь ничем не закрыто. Просто вот так срезано. На самих карандашах у нас название Prismacolor, Premier, Название цвета И также номер карандаша. Длина карандаша 17,5 см. Толщина 7 мм. И толщина грифеля 3 мм. В общем-то, стандартные размеры. Также на некоторых карандашах Есть вот такой вот треснутый верх. Я не знаю, конечно, насколько вам это будет видно. Вот, если видите черную полоску. Вот, и здесь. И такие, как микротрещинки. И это не просто полоска, А это именно вот Ну, трещина. Если я вот так ногтем Зацеплю, То это чувствуется. Вот даже по звуку. Вот. Ну, в общем-то, Сам корпус не треснутый. Это только верх. Здесь вроде бы Это растрескивание Дальше не идет. И на заточку это никак не влияет. Таких карандашей немного. Ну, штук 10, наверное, наберется на весь набор. И именно вот с этим никаких у меня проблем не было. Так что я не знаю, конечно, Это является проблемой или нет. Но вот такое есть. Теперь поговорим о палитре. Если, конечно, есть смысл об этом говорить. Потому что в наборе из 150 штук, Мне кажется, здесь есть уже все, Чего пожелает душа. Различные оттенки коричневых, Вот таких вот бежевых. Это и персиковые бежевые, Розовые бежевые, Серые бежевые. Различные оттенки и цвета серых. Это и теплые, холодные, Французские серые. Также металлические цвета. Разнообразная палитра. Зеленых, фиолетовых, розовых, бордовых, Желтых, красных, синих. Тоже теплые оттенки, Холодные оттенки, бирюзовые. В общем, есть все. Единственное, что все-таки, да, есть. Но это лично мое, конечно, мнение. Не знаю, может быть, многие со мной не согласятся. Мне не хватает все-таки зеленых. Но зеленых не то, что по разнообразию цветов, А по ширине, так сказать, цвета. Да, вот если есть, к примеру, там, холодный зеленый, Есть вот болотное зеленое, изумрудное. Ну вот, к примеру, если изумрудное... Вот сейчас я на примере покажу. Если у нас есть серое от светлого к темному, В теплых оттенках, в холодных, То зеленый, к примеру, там, изумрудный, да, Он просто один изумрудный. Нет светлее и нет темнее. Когда ты привыкаешь уже вот к такой, Или то же самое вот голубые есть от светлого к темному, Синяя. И когда ты к этому привыкаешь, То уже, конечно, в зеленых, к примеру, Такого есть вот немного, но очень мало. То, конечно, тогда уже становится тяжелее, И начинаешь крутить носом. Поэтому вот такой недостаток, конечно, есть. Это лично для меня. Но я, наверное, скорее всего, это из-за того, Что зеленая очень широкая гамма цветов. И поэтому, наверное, было бы еще больше карандашей в наборе. Поэтому, ну, наверное, вот как-то так решили сократить количество Карандашей за счет зеленого. Ну, вот этого мне не хватает. И хочу показать вам выкраску. Я выкраску старался делать по оттенкам одного цвета, По тонам, для того, чтобы как-то понятнее вам было. Потому что я, когда смотрел обзоры, То не всегда было понятно, какие цвета присутствуют. Не знаю, может быть, так вам будет понятнее. Начнем от желтых. Видите? От светлого к темному. Охровые оттенки. Ну, тут уже вот коричневый я добавил, Для того, чтобы было понятно, Что вот можно вот такого почти практически незаметного цвета Перейти к более темному. То же самое обычное, стандартное желтое. От самого-самого едва заметного. Вот такой вот уже прям насыщенный, хороший желтый. И дальше вот уже пошло на затемнение. То же самое вот от оранжевых. Ну, здесь вот есть еще неоновые цвета. Желтый и оранжевый. То же самое от оранжевого. Мы переходим вот к таким уже красным. Фиолетовый. Грязно-такой серо-фиолетовый. Различные оттенки фиолетовых. Более яркий. Такой розово-фиолетовый. Более стандартный. Неоновый. Розовый. Неоновые, кстати, цвета вот почему-то не так равномерно. Желтый нормально. Вот розовый мы видим. И также оранжевый. Они вот как-то неравномерно покрывают поверхность. Отличаются по структуре от обычных карандашей. И видно вот как-то точки такие. Но я ими практически не пользуюсь. Поэтому для меня это не критично. Вы смотрите. Также самые розовые. От белорозового. Такой совсем бледный. Грязно-розовый. И вот по насыщению идут, идут, идут. Здесь уже вот какие-то. Много очень карандашей смешанных. Это как фиолетово-коричневый. Ну вот много грязных каких-то оттенков. Вот грязно-фиолетовый, грязно-розовый. Это, в общем-то, достаточно удобно. И для прорисовки теней, когда мы добавляем. Также самые, вот смотрите, голубые. Это холодная гамма. Ну такая, может быть, конечно, где-то здесь попался. И не совсем холодный. И здесь вот уже более теплые. Такие васильковые оттенки. Коричневые. Здесь вот такие уже болотные. Такой шоколадно-коричневый. Вы тоже видите, да? Различные оттенки. Вот здесь вот серо-голубой, бирюзовый. Такие некоторые цвета совсем непонятные. Вот даже, как их назвать. Также вот зеленые. Вот три цвета у нас идут от светлого к темному. Ну, также вот эти. Ну, остальные здесь вот как-то. Ну, вот эти так еще себе. Остальные сами по себе. Просто вот один цвет. Вот такая вот серо-зеленая гамма. Здесь уже тоже болотно-желто-зеленые такие. Здесь уже вот такие тоже, как с охровым каким-то оттенком. Дальше такие пастельные, бежевые, персиковые, грязно-розовые. Такой беж, розовый беж. Очень удобно то, что, ну, кто любит рисовать или раскрашивать лица. Большой-большой спектр именно вот для рисования кожи. И дальше у нас остались, ну, вот серебристый, золотой и бронзовый. А если я не пользуюсь ни серебристым, ни золотым, я не понимаю эти цвета. Потому что даже если вот рисовать золото или серебро, то такими желтыми или серыми цветами это можно сделать гораздо эффектнее за счет бликов. Вот. А вот этими цветами, ну, они, да, они, конечно, имеют такой вот металлический эффект. Но я их не понимаю. И также вот есть бронзовый. Бронзовый без никакого металлического эффекта. Мне нравится. Он хороший дает эффект. Тут бронзовый, да, вот эти металлические нет. И также вот у нас есть серые, теплые. Серые, самая широкая линейка по тонам. Вот, смотрите, одного цвета, какой у нас большой спектр. От светлого к темному. Это холодные тона. Ой, это теплые тона. Холодные тона. Это черный. Вот. По шесть тонов каждого цвета. И также у нас есть французский серый. Французский серый такой тоже необычный цвет. Он серо-бежевый. Тоже очень интересный эффект. И для кожи его можно использовать. И для волос. Мне нравится. Я им недавно совсем начал пользоваться. Вот. Но вот несколько раз попробовал. И он мне понравился. Теперь хочу немножко сказать о соответствии цвета корпуса. И того, как рисует карандаш. Много есть несоответствий. Особенно это касается вот этих бежевых оттенков и цветов. Берешь, начинаешь его пробовать. И здесь, ну, как-то вот... Ну, в некоторых карандашах совсем не то, что ты ожидаешь. Он вроде бы такой вот кажется какой-то теплый. А на самом деле он чуть ли не серый. Вот. Тоже касается красных. В некоторых карандашах даже наоборот. Кажется, что карандаш, по-моему, вот в этих. По корпусу грифеля даже, вернее, ну, по цвету грифеля видно, что какой-то темнее, что вот этот светлее, этот темнее. Но корпус почему-то темнее в этом. Вот. И тоже вот немножко не совпадают в некоторых. Также в синих. В синих достаточно много. Вот. Особенно у этих. Тоже он, кажется, на первый взгляд прям какой-то чернильно-синий. А он холодный. Ну, в общем, такие несоответствия есть. Вот. Ну, для меня тоже эта проблема не стала. Потому что при таком большом количестве все равно ты не все запоминаешь. И вот, как я уже сказал вам изначально, то я сразу выбираю цвета, какими буду работать. Так, ну, наугад не беру, не рисую. Да, поэтому, в общем-то, для меня такой проблемы нет. Вот. Ну, я говорю, что такое есть. Так, что касается заточки. Затачиваются они, в общем-то, неплохо. Вот два карандаша у меня, которыми мне не довелось поработать. Вот этот синий. Вот он, ну, вы видите, да? Какой он был и как он сточился за один раз. То есть, я его точил, точил, точил. И так и не мог его наточить. Потому что он постоянно, там, ну, видимо, где-то вот по длине карандаша был поломан грифель. И он постоянно вот просто высовывался отсюда. И так вот он... Ну, по-моему, тут уже нормально. Потому что в конце вот все-таки что-то мне удалось им порисовать. И также вот такой у меня есть карандаш, который мне все-таки не удалось подточить. Вот видите, какой он, ну, рассыпается этот грифель. Я его точу, а он просто сыпется. Ну, дальше я его уже просто не стал точить. Не знаю, что там будет дальше. Просто стало его жалко. Хотя понимаю, что все равно, как бы, рисовать я им не буду. Вот. Пока что два вот таких карандаша. Хотя попользовался я уже более или менее практически всеми. Какими-то, конечно, больше, какими-то меньше. Но попользовался уже всеми. Теперь, что касается того, как быстро они стачиваются. Пользуюсь я этими карандашами где-то на протяжении полугода. Пользуюсь практически только ими. Может быть, несколько раз использовал другие карандаши. А так только этими карандашами. Вот. Я не могу сказать, что они быстро стачиваются. Но вот зеленые, которыми я, в принципе, часто пользуюсь, вот этими. Ну, тут видно, да, какими чаще, какими. Не так часто. Не сильно они стачиваются. Но это при том, что, конечно, я люблю остро заточенный карандаш. Поэтому я их точу чаще, чем, может быть, если бы красить вот таким, да, каким-то вот обрубком. Вот таким я уже не люблю. Но, конечно, иногда приходится. Если какие-то большие детали, то, в общем-то, можно красить и вот этим, для того, чтобы сэкономить. Так, это синие и серое. Тут, конечно, дела обстоят более плачевные. Здесь больше законов. Вот этот не считается, да, потому что он сточился. Вот голубые я часто использовал. Они такие, в общем-то, уже намного короче. А белый, черный, кстати, я вам покажу потом. Я покупал отдельно еще набор из шести белых и шести черных. Потому что, ну, это, в общем-то, самые такие часто используемые карандаши. И на самом деле я уже их несколько сточил. Вот, один черный и два белых. Это уже у меня сточилось. Вот. А это уже, ну, новые. Тоже видно. Вот розовые, фиолетовые часто использовал. Но это тоже не считается. Так, и желтые. Красных мало использовал. Вот желтые. Желтые у меня всегда уходят быстро. Вот этот самый такой насыщенный желтый. Можно сказать, классический желтый. Он очень красиво смотрится. И, конечно же, я его использовал почти наполовину. Вот. Ну, конечно, плюс в том, что все-таки вот среди такого большого количества, даже если вот один стачивается, то можно найти похожий. Вот, и также розовый. Еще, ну, вернее, не еще один, а вот такой вот минус, наверное, единственный такой вот лично для меня значительный. Это то, что нельзя купить эти карандаши у нас поштучно. Вот это для меня, конечно, минус. Потому что так вот этот заканчивается, этот стачился, да, там покрошился. Все, пошел себе купил. Пусть бы они стоили, там, я не знаю, 50 гривен, 100 гривен за карандаш. Ну, это не такие прям большие деньги. Но ты купил себе один этот карандаш в год, и спокойная у тебя душа. А так вот видишь, что какие-то стачиваются карандаши быстрее, и, конечно, уже душа неспокойна. Вот. Когда ты его берешь, ну, чуть ли практически, ну, чтобы что-то нарисовать, чуть ли сердце уже кровью не обливается. А заказывать, конечно, полностью набор, да, если у тебя, ну, много очень карандашей еще вот не списано, ну, смысла, конечно, нет. В общем, вот это минус. Да, и по поводу точилки сразу крашу я, ой, крашу, точу я вот такие, такой точилкой, призмаколор. Она мне пришла в подарок к этому набору. В общем, нормальная точилка. Вот, никаких у меня нареканий нет. Ну, сейчас возьму какой-нибудь, подточу. Жалко. Ну, вот этот, да, к примеру. Ну, хотя он, в общем-то, и так наточенный. Ну, вот так. Они очень сильно не затачиваются, сильно остро. И так как карандаши эти мягкие, то рисовать мелкие детали, им, ими достаточно проблематично. Вот, даже все равно он не очень сильно подточился. Конец такой вот он как срезан. Вот. Но, конечно, возможно прорисовать какие-то мелкие детали, если их немного. Там чуть-чуть прорисовали, порисовали и все. Вот. Если очень, ну, очень долго не получится, потому что он сразу или ломается, или быстро стачивается. Вот так. Поэтому, конечно, желательно иметь еще набор хотя бы из 36 карандашей твердых для прорисовки мелких деталей, как волос, глаз. Ну, это вот в основном, наверное, черт лица. В общем, каких-то мелких деталей. Ну, и теперь, наверное, попробуем немножко порисовать. Рисовать этими карандашами очень хорошо. Они очень мягкие. Они очень хорошо наслаиваются друг на друга. Ну, вот добиваться растяжки проще еще за счет того, что много карандашей, которые, ну, вот я уже говорил, да, одного и того же цвета, но в разных тонах. Светлее, темнее. Немножко они пылят. Ну, в общем-то, я бы не сказал, что это очень критично, как и в всех карандашах. Очень хорошо они накладываются друг на друга. Можно накладывать... Честно, не знаю, у меня было такое, что что-то не получалось. Мне кажется, там уже по 15 слоев было. И никаких, в общем-то, проблем с этим не было. Хорошо перекрывают друг друга. Ну, конечно, не всегда. Опять же, если у вас там уже много слоев, то будет, конечно, тяжеловато это сделать. Но все-таки возможно. А также вот отдельное спасибо, да, хочу сказать белому карандашу. Он очень выручает. Ну, во-первых, он как блендер. Блендер, кстати, для них я не использую. Хотя изначально я говорил, что блендер нужен. Но тут, в общем-то, блендером вот как раз выступает вот этот белый карандаш. Видите, что он делает? Также не разу он меня спасал, когда что-то у меня не получалось. Вот было такое, да, или где-то неровно прокрашено. Ну, в общем, какие-то такие проблемы. Не знаю, что делать. И я просто вот этим белым карандашом вот так зарисовывал сверху. И вон он как-то вот эти все недочеты убирал. Видите, он не то, что закрашивает сверху, а он как бы вот этот пигмент убирает. Ну, вот таким образом. Он работает. Очень нужная вещь. То есть, вот с такого темно-красного у нас получилась вот такая штука. Вот. Очень спасает иногда. Не знаю, что бы я без него делал. Поэтому, конечно, в работе абсолютно никаких претензий у меня нет к этим карандашам. Очень все круто. Ну, я даже не знаю, вот что касается работы. Какие бы им претензии предъявить, да? Каких-то таких минусов. Конечно, нужно к ним привыкнуть, как и к любым карандашам. Вот. Потому что... Ну, сейчас вот такими еще зелеными попробую. Конечно, как и к любым карандашам, нужно к ним привыкнуть. Потому что у них тоже есть свои особенности, которые я вам сейчас так рассказать не могу. Потому что, ну, как бы сам не всегда до конца понимаешь, что к чему. Поэтому вот нужно... Нужно только пробовать ими работать. И вот так легким нажимом, конечно, здесь можно накладывать очень-очень-очень долго. Конечно, зависит еще от бумаги, да? Не всегда бумага позволяет это сделать. Ну, еще такой момент, конечно, если вы... Ну, вот как я сейчас, да, очень-очень легко рисую. Вот. Таким образом, конечно, можно накладывать помногом слоев. Вот. Но если, во-первых, приходит уже какой-то определенный момент, да, все-таки он приходит, что уже вы не можете ничего сделать. Карандашите на основе воска. И когда много таких слоев, верх этот становится, ну, вот как восковый, да, такой глянцевый. И уже там что-то сделать бывает очень сложно. Ну, вот можно попытаться белым, но бывают такие ситуации, что уже и белым ничего не сделаешь. И, конечно, если вы вот так взяли, уже сразу очень его придавили, то тоже бывает, конечно, тяжело. Но сейчас вот попробуем вот этот темно-зеленый, да, к примеру, красным. Ну, вот видите, все равно он накладывается. Даже вот у нас был зеленый, и красный его, вот этот оранжевый, перекрывает. Перекрывающая способность очень хорошая. Вот. По сути, ну, вот. Даже вот этот зеленый мы убрали. И теперь вот еще белым. Ну, в общем, они дают очень большие возможности. Цвета, конечно, яркие. Да, кстати, по поводу цветов тоже хочу сказать, что цвета очень яркие. Это даже видно вот по работам в Инстаграме. Ну, вот еще вам показал белый, да, вот, что он, конечно, прям не делает это очень белым, но разница есть. Попробуйте это сделать каким-то белым карандашом из набора того же Кахинор, к примеру, да, или Марка Рафайн, который вы все так любите. Ну, и, конечно же, огромнейший плюс этих карандашей в их свойстве плотно, равномерно, без никаких проплешин покрывать бумагу. Они ложатся прям как масло. Вот даже за один проход. Ну, конечно, я бы не рекомендовал такого делать, потому что потом, если что-то пойдет не так, будет тяжело все это изменить. Но такую возможность они дают. И это очень круто. Вот они ложатся как масло. Таким густым, плотным слоем покрывают. И не видны никакие штрихи. Все очень равномерно. Ну, тут уже такое по второму кругу. Вот, на самом деле это, конечно, очень круто. Да, что мне нравится еще, то, что в работе они минимально размазываются. Я, когда ими работаю, никогда вот сюда под руку не подкладываю ни листики, ничего. Вот, видите? Ну, конечно, вот здесь есть какое-то минимальное размазывание. Но я, в общем-то, когда работаю вот так силой и не тру, такой проблемы нет. Во многих других карандашах приходилось это делать, потому что, если этого не сделать, то вот здесь будет прям болото черное, которое удалить потом очень тяжело. С этими карандашами такой проблемы нет. Несмотря на то, что они очень мягкие. А также касается стирания, да, их удаления. Как обычно, карандаши удаляются. Тоже я не заметил такого, что они или очень хорошо стираются ластиком, или плохо. Как обычные стандартные карандаши. Так, да, пока не забыл, сразу покажу вам вот набор из шести белых карандашей и черных. Заказывал я их на ebay. Вот, ссылку оставлю, если найду, потому что заказывал я их давненько, еще летом. Вот, ну, хотя бы как-то не выручаю. Да, если вот поштучно нельзя докупить, то вот это, ну, хоть какой-то плюс. По поводу работы, еще раз хочу сказать, конечно, работать ими легче, чем теми же, вот, как и Норман де Луз. Но, сами рисовать за вас они, конечно же, не будут. Они дают больше возможностей. Но для того, чтобы добиваться хороших, красивых результатов, все равно нужно трудиться, нужно все равно вырисовывать, накладывать вот этот слой за слоем. Ну, по крайней мере, я так делаю. Вот, чтобы получился объемный рисунок. Все равно работать нужно. Вот, нужно делать все аккуратненько, чтобы нигде никакой вот лишний штрих не появился, да, чтобы все не испортил. Ну, вот как-то так. Ну, работать все равно нужно, но они дают больше возможностей, чем другие карандаши, по крайней мере, те, что пробовал я. Я даже уже вот начал красить ими большие поверхности, такие как фоны, и тоже получилось, мне кажется, очень даже хорошо. Вот, ну, те, кто вот смотрит, те, кто подписан на мой инстаграм, последние работы я полностью делал этими карандашами практически, кроме белой гелевой ручки. Вот, полностью весь рисунок. Вот, можете посмотреть. Две последние работы. Вот, поэтому, вот, дают они много возможностей, и, в принципе, конечно, я их советую купить. Во-первых, большая палитра. Вот, по поводу палитры я сомневался, или заказывать 150, или 130, или 72, но все-таки решил заказать вот эти, и не жалею. Все равно нужно платить за доставку, и, в общем, все такое. Поэтому лучше уже сделать это один раз, заплатить, и все. Чем потом закажешь, и через, там, на 72, да, цвета, и через неделю тебе захочется больше. Поэтому я уже вот решил один раз так заказать. И, в общем-то, не жалею об этом. Поэтому, если у вас есть такая возможность, и стоит перед вами такой выбор, то я, конечно же, советую заказывать сразу много. Относительно цены. Цена, я считаю, у них средняя. Есть карандаши, которые стоят намного дороже. Те же Derwent. Тот же Faber-Castell, которые за такое количество стоят намного дороже. Вот. Или цена за меньшее количество примерно в этом районе этих карандашей. Есть, которые дешевле. Но, в принципе, вот они мне обошли 100 долларов вместе с доставкой совсем. Сейчас они, кстати, по-моему, еще дешевле на Амазоне стоят. На них акции бывают различные, скидки. Поэтому можно купить их очень даже относительно недорого. Я считаю, что они стоят своих денег. Вот. И если вот Faber-Castell, Derwent, да, они, конечно, очень качественные. Качество древесины очень хорошее. Для меня это не очень важно. Ну, качество древесины, да. Здесь, конечно, вроде бы хуже, но никаких проблем у меня с этим абсолютно не было. Рисуют они классно. Какая там древесина, ну, их же не на выставку носить, да, выставлять где-нибудь, не на конкурсы. Поэтому это абсолютно для меня не важно. Затачиваются они хорошо. На заточку это никак не влияет и на работу. Поэтому то, что вот здесь будет закрыт вот этот корпус, ну, для меня никакого значения это не имеет. Если для вас имеет, то, конечно же, выбирайте карандаши более качественные в этом отношении. Вот. Поэтому цена, я считаю, для них нормальная. Так что, наверное, вот все, что я хотел вам сказать. Ну, вот то, что для меня такой действительно значимый минус и то, что меня напрягает, скажем так, это то, что у нас их нет поштучно. Вот это для меня, да, действительно большой минус. И я хотел бы, чтобы, может быть, в будущем это как-то решить. А так, особо вот каких-то таких минусов, которые меня бы напрягали, заставляли меня нервничать, да, такого нет. Поэтому я могу смело рекомендовать вам эти карандаши. Но опять еще раз скажу, что рисовать и работать ими, и трудиться, если вы хотите достигать хорошего, красивого результата, все равно нужно. Но сделать это с этими карандашами, добиться хорошего результата намного легче, чем с другими. Вот так. Ну вот, наверное, все. Если, может быть, что-то еще я забыл сказать, хотя вроде бы уже старался разжевывать. Не знаю, конечно, насколько затянется это видео, но уже один раз, думаю, лучше сделать более-менее нормально. Вот. Уже старался все разжевать. Если все-таки я что-то упустил, то спрашивайте, я вам отвечу. обязательно. Ссылки, которые найду, все я оставлю внизу в описании. Вот так. Всем спасибо за внимание. Пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и все такое. Все. Всем пока. Пока.